Деньги, собранные народом после крушения Боинга вблизи аэропорта Манас, правительство начало распределять среди пострадавших. Как сообщают в пресс-службе Кадмина, по просьбе самих пострадавших, средства перечисляются на персональные банковские счета граждан. Прежде всего, деньги рекомендуется потратить на покупку жилья. Во избежание разного рода махинации, а также в целях рационального использования выделенных средств, процесс приобретения жилья будет отслеживаться правительственной комиссией. Об этом просят родственники погибших. Всего же отметим, на спецсчет МЧС поступило более 100 миллионов сомов. Также ожидается поступление денежной компенсации от турецкой авиакомпании ACT Airlines. Напомним, 16 января ее грузовой Боинг пытался сесть в аэропорту Манас, но, перелетев в посадочную полосу, обрушился на примыкающий к территории аэродрома поселок Дачи-Су. 39 человек тогда погибло, более двух десятков жилых домов были разрушены. На юге страны вновь сходят оползни. В Базар-Кургонском районе, в округе Джай-Терек, обрушившаяся земляная масса объемом 200 кубов, перекрыла местную дорогу. Пострадавших, к счастью, нет. А в Узгенском районе Оржской области, сошедший сегодня оползень, повредил опоры линии электропередач в долине Шорсу, а также водопровод, обеспечивающий село Курбутаж. Как сообщает МЧС, в опасной зоне оказались 23 дома. Их жители переместили в безопасное место. Напомним, три дня назад в Базар-Кургонском районе под оползнем погибли двое мужчин. Еще один скончался в больнице. Задержаны подозреваемые в терроризме. Выходцы из Центральной Азии. Все чаще сообщения под таким заголовком стали публиковать российские издания. За последние сутки, по их данным, силовики задержали более 10 человек. Все они, по данным спецслужб России, являются уроженцами стран Центрально-Азиатского региона. В Калининграде, как сообщается, арестованы 12 человек. Их обвиняют в причастности к террористической группировке «Исламский джихад». По данным спецслужб, лидер этой ячейки по Калининградской области разыскивался в Узбекистане также за экстремистские преступления. Еще двоих мужчин задержали на Сахалине по обвинению к приверженности к ИГИЛ. При задержании в их мобильных телефонах нашли схемы изготовления самодельных взрывных устройств. Вина судьи Нурлана Ашимбекова доказана военным судом. Об этом информирует Генеральная прокуратура. Теперь дело бывшего председателя военного суда Ашимбекова продолжится в Первомайском районном суде столицы. Установлено, что Нурлан Ашимбеков требовал от родственников подсудимого в деле по апрельским событиям 50 тысяч долларов. Эту взятку бывший глава военного суда, по данным обвинения, вымогал за изменение меры пресечения на домашний арест, а также за вынесение смягчающего приговора. Кроме того, этот же судья по представлению надзорного органа был снят с должности за другое нарушение. Следствие считает, что обвиняемый Нурлан Ашимбеков вместе с другими судьями Бакытом Куджембердиевым и Ханатом Абыкановым применили незаконную амнистию в отношении нескольких фигурантов по делу о событиях 7 апреля 2010 года. Чиновникам запретят участвовать в тендерах. Соответствующие поправки в законах о госзакупках инициируют народные избранники. По действующему законодательству фирмы близких родственников госслужащих могут принимать участие в тендерах и не считаются аффилированными, если доля в бизнесе не превышает 20%. Этот законодательный лазейка сегодня умело пользуются нечистые на руку работники госслужбы. Народные избранники намерены полностью ликвидировать этот порог. Другими же словами, даже если чиновник и его семья имеют только одну акцию в компании, ей будет запрещено участвовать в государственных закупках. Эксперты говорят, одних только законодательных механизмов недостаточно. Нужна комплексная работа по искоренению коррупции. Чиновников лишат возможности наживаться за счет госзакупок. Поправки в соответствующий закон внесла группа депутатов Жигуркукинеша. По действующему законодательству фирма не считается аффилированной с госслужащим, если доля его или его семьи не превышает 20% акций. Этой лазейкой до сегодняшнего дня пользуются те, кто хочет протолкнуть семейный бизнес в выгодные тендерные проекты. Теперь эту норму предлагается убрать. Мы считаем, что если есть должностное лицо, государственные органы, которые закупают услуги или товары для потребностей государства, то ни один родственник, ни одно аффилированное лицо с этим должностным лицом не должно участвовать в процедуре государственных закупков. В первую очередь для повышения доверия населения в процедуре государственных закупок и государственным органам. В полной мере мы запретим участвовать родственникам в процедуре государственных тендеров, родственникам чиновников, которые закупают государственные услуги и товары. В парламенте говорят, нужно максимально ограничить доступ чиновников к тендерным проектам. Сегодня использование служебного положения в корыстных интересах происходит уже на самом высоком уровне. В 2013 году в парламенте была даже создана комиссия по проверке деятельности бывшего в то время вице-премьер-министром Тайрбека Сарпашева. Его заподозрили в лоббировании интересов семейной компании «Градиент» при строительстве дорог в столице. Тогда наказание чиновник смог избежать. Однако депутаты нашли доказательства связи компании с чиновником. Этой фирмой и сегодня владеет брат Тайрбека Сарпашева. Любой закон выходит из жизни. К сожалению, мы помним время, когда депутата расследовали, будучи одним из вице-премьера правительства, его аффилированной компанией выигрывали все тендеры. Но это закон и мораль. Мы должны, конечно, не допускать такой возможности, чтобы с помощью политики, с помощью кресла депутата или члена правительства люди не богатели. Должны богатеть те, кто трудится и создает рабочие места. В этом направлении, я думаю, закон о госзакупках, он должен претерпеть кардинальные изменения. Вот в каком направлении. То есть все, что покупается за счет бюджета, а через сайт госзакупок прошло почти 45 миллиардов сомов, это все должно производиться внутри Храгстана. Эксперты уверены, одного только закона для борьбы с коррупцией в рядах чиновников недостаточно. Люди, занятые зарабатыванием денег с использованием служебного положения, давно научились лавировать среди законодательных барьеров. Каждый конкретный случай должен становиться предметом особого контроля. Тогда госслужащие будут бояться нарушать закон. Сама антикоррупционная кампания и вообще политика должна заключаться в том, чтобы жестко контролировать исполнение тех обязательств, которые на себя взяли как коммерсанты, выполняя госзаказ, так и чиновников, которые этот госзаказ оформляют. Когда их жестко будут контролировать, каждую вложенную копейку, ну видите же, ежегодно у нас какой ямочный ремонт происходит в городе, дыры латают, они полгода даже не могут выдержать. Осенью положили, зиму еле-еле продержался асфальт, весной этот асфальт уже весь, все те же дыры еще больше стали. Тогда возникают вопросы, надо считать, это все экономика, зачем этим заниматься. Депутаты говорят, что обязательно проработают механизмы борьбы с коррупционерами. Однако эта работа уже будет вестись, скорее всего, в рамках других законопроектов. Введение новых норм в законе о госзакупках станет лишь одним из шагов в этой работе. Игорь Потанин, Самадал Атакунов, НТС. Кыргызстанский боец Дастан Шаршеев добился реванша с россиянином Антоном Калининым. Об этом журналистам нашего телеканала сообщил его тренер Руслан Кривуша. Он отметил, что бой состоится в июне на турнире ТНЛ. Напомним, что 22 апреля в Казани во втором отборочном этапе 1-8 чемпионата мира за выход в четверть в финал бились кыргызстанец Дастан Шаршеев и россиянин Антон Калинин. Не засчитав нокдаун, победу по очкам судьи присвоили сопернику Дастана. Но наш атлет с этим не согласился и отказался покидать ринг. Тогда рефери пригрозил ему депортации. Кстати, за нашего спортсмена вступился президент агентства спортивных судей России Игорь Демидов. Он призвал Лигу ТНЛ принять меры в отношении судей, которые обслуживали этот бой. Назначен матч-реванш на июнь месяц на турнире ТНЛ, где Дастан Шаршеев вновь встретится с Антоном Калининым и докажет, кто сильнее. Накажут ли судью, я не могу вам сказать, потому что это к организации ТНЛ. Мы связались в последние дни и ведем конкретную работу с руководством организации. У нас есть уже взаимопонимание на дальнейшее сотрудничество. И на этом пока все. Служба новостей НТС продолжает следить за развитием событий. До свидания.